Сегодня мы изучим самый мощный стиль. Я думаю, что с обработкой трека мы угадали и получается именно та атмосфера, которая нам нужна. Теперь давайте добавим те самые зловещие кики, благодаря которым и прославился этот стиль. Добавим сюда инструмент под названием лид. В этом стиле он должен быть очень противным и звонким. И конечно же у меня для каждого из вас есть крутой подарок. Здарова пацаны, с вами как всегда Ричардс и сегодня мы научимся делать ремиксы в стиле хардкор. Сам по себе стиль необычный, но при этом звучит реально круто. Также этот стиль набирает бешеную популярность в ТикТоке, поэтому давайте не будем затягивать, приступаем, поехали. И на сегодня подобный трек у нас от исполнителя серебро под названием Я Тебя Не Отдам. Випе ему оригинального трека равен 126 и я его поднял до 177, потому что этот стиль делается примерно в таком такте. Далее я нашел в интернете оригинальный вокал от этого исполнителя и также добавил его в наш ремикс. Я тебя не отдам! Я тебя не отдам! Я тебя не отдам! Я тебя не отдам! То есть на 300 и с акапеллой делаем то же самое. Оригинальный трек элементарно обработал, просто накинул эквалайзер и оставил только одну мелодию. Ну а вокал я обработал также с помощью эквалайзера, срезав низкие частоты, далее накинул компрессор OTT, затем еще один эквалайзер, здесь мы более грамотно срезали вокал. Ну и в заключении Valhalla Room с автоматизацией вкладки Mix. Кстати, чтобы сделать автоматизацию в этом плагине, мы тыкаем вот на эту вкладку, далее тыкаем на вкладку Mix, затем тыкаем правой кнопкой мыши на этот колпачок и нажимаем Automation Clip. Теперь у нас появляется вот такая полоска и с помощью нее мы его автоматизируем. У меня получилось примерно вот так, то есть в моментах я его повышал и в моментах понижал. Уберем ее куда-нибудь вниз, чтобы не мешалось. И давайте послушаем, как это все вместе звучит. Никогда, никогда! Никому, никому! Я тебя не отдам! Я тебя не отдам! Я тебя не отдам! Никогда, никогда! Я думаю, что с обработкой трека мы угадали и получается именно та атмосфера, которая нам нужна. Теперь давайте добавим те самые зловещие кики, благодаря которым и прославился этот стиль. Ну а эту папку с киками, которую я для вас подготовил, ты сможешь забрать в моей группе ВКонтакте абсолютно бесплатно. На стене будет пост с ссылкой для скачивания, но чтобы его увидеть, ты должен просто подписаться, так как этот пост будет виден только подписчикам группы. Здесь я подготовил для вас две папки с разными киками. Давайте воспользуемся второй папкой, и здесь каждый кик расфасован по тональности. Теперь просто берем кик, подходящий под нашу тональность. В данном случае это С, А решетка, G решетка и А решетка. Затем немного подрезаем их, выделяем и нажимаем комбинацию Clash Ctrl плюс B. Теперь каждый кик перекидываем на одну и ту же дорожку в микшере, пускай это будет 22. С помощью двух эквалайзеров я поднял немного низких частот, ну и в заключении накинул сосиску. Она очень хорошо подбустила наши кики. И давайте послушаем, как звучит наша партия. Теперь давайте сделаем разгон из этого кика, копируем его, далее делаем уникальным и нажимаем reverse. В конце можно сделать два кика, это тоже достаточно атмосферно. Теперь наверное давайте добавим пару фишек для этого кика, а именно инструмент write. Ну а write и все остальные звуки из этого урока я буду брать из своего нового драм-кита. В нем находится 5 стилей для ремиксов и в каждом стиле собраны лучшие звуки для написания ремиксов. В общем количестве там собрано около 5000 уникальных звуков и сэмплов. Также буду использовать свой новый пак пресетов, он тоже продается. Поэтому если вы заинтересовались, то пишите в группу вконтакте, ссылка находится в описании к видео. С этими наборами вы забудете о поиске новых звуков и сэмплов как минимум на 2 года. Ну а в данном случае мы будем брать этот инструмент из стиля фонг, возьмем пожалуй штуки 2. Их мы просто добавляем на каждый кик. Также давайте добавим клэп и его я возьму из лупа. Просто находим луп с клэпами и добавляем его. И с помощью стретча подтягиваем под наш такт. И теперь давайте послушаем, что у нас получается. Я думаю, что теперь кик стал более разнообразным и в какой-то степени даже приятным. Теперь давайте добавим сюда низких частот, потому что их тут нет. Но в этом нам поможет саббас. Добавляем первый паттерн и выставляем его на 8 квадратов. Далее добавляем сюда синтезатор с серум, потому что именно из него мы будем брать саббас. И в моем паке пресетов в стиле слэпхаус есть очень крутой пресет саббаса. Просто перетаскиваем его во вкладку серум. Далее нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем пиано ролл. И теперь нам нужно выставить этот саббас под наш кик. Выставляем его также под ноты тональности. Теперь давайте добавим сюда инструмент под названием лид. В этом стиле он должен быть очень противным и звонким. К счастью, у меня такие есть во вкладке вичхаус. Добавляем еще один паттерн и выставляем его также на 8 квадратов. Далее добавляем сюда еще один синтезатор с серум. Переходим во вкладку вичхаус. И этот пресет находится под номером 52. Также перетаскиваем во вкладку серум. Давайте послушаем как он звучит. По-моему достаточно противно. Теперь выставляем его на октаве C7, потому что мы должны добиться самого противного звучания. И опираясь на ноты нашего оригинального трека, мы выставляем этот лид. Теперь давайте обработаем этот лид. И для обработки я использовал обычный кикстарт вот с этим пресетом. Далее эквалайзер, которым срезал низкие частоты. Ну и в заключении мультибэн компрессор с пресетом Soft Limiter. И давайте послушаем как он звучит. Я думаю, что получился очень мощный дроп, который разорвет любой клуб. Теперь давайте доработаем наш ремикс и закончим со структурой. Ну что, вот в принципе и все. Наш ремикс в стиле хардкор готов. Но прежде чем мы послушаем конечный результат, я бы вам хотел напомнить, что совсем недавно я запустил свой курс по созданию ремиксов с нуля. На нем ты сможешь научиться создавать ремиксы, даже если ты полный ноль. Также на него есть гарантия на 100% результат или же возврат денег. Более подробно о нем ты сможешь узнать в моей группе ВКонтакте в товарах. Также обязательно подписывайся на канал, здесь будет много интересного. Не забудь поставить лайк, ну и конечно же написать в комментариях, на какую тему мне снять следующий урок. Ну а с вами был как всегда Ричардс, всем до скорой встречи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова